на сайте байкпост.ру комрад под никнеймом p.o.w или p.o.w я не знаю как его произносить выложил интересное видео где он проехал и посчитал машины в московской пробке что-то так это заинтриговало понравилось я решил проехаться по нашей по сандиевской пробке вечером по шоссе вечерний час пик по шоссе 805 который идет с севера на юг сан-диего посмотрим что из этого получится никогда не езжу по этому шоссе домой мне тут ну как я иногда заезжаю сюда но сразу же съезжаю на следующем же съезде а сегодня решил попробовать посмотреть кого тут проехаться по нему это раз два три четыре пять пятиполосное шоссе все нафиг забито машинами то полоса что слева от меня она обозначена ромбом вот знак виден и вот здесь вот написано еще ве значит полоса для тех у кого машина с пассажиром это не полоса для общественного транспорта хоть общественный транспорт по ней тоже может ездить а для тех у кого в машине больше двух человек сиди если вот так вот ехать и смотреть то получается как бы слева от меня все кто в машинах с пассажирами а справа от меня это просто одна машина с одним водителем считается что если ты ездишь с пассажиром то ты как бы и природу бережешь и все такое трафика от тебя меньше заботишься о том чтобы трафика меньше было поэтому для таких людей делают специальную полосу чтобы хоть как-то удобства было и как видно в общем то эта полоса действительно быстрее до остальных полос идет мне даже между рядов не надо ехать а кстати да почему и по ней еду по этой полосе разрешено значит ездить пассажиром машинам с пассажирами по этой полосе также разрешено ездить мотоциклом и по этой полосе разрешено ездить еще электром и электромобилям машинам с электрическим двигателем и гибридным машинам кеслы всякие тут ездят не знаю шевроле вольт и тому подобные машины съезды шоссе конечно как правило направо поэтому если ты даже печи веедешь то в какой-то момент тебе приходится переезжать в общий поток вот в этот забитый где не все справа стоят и сколько там 5-6 полос но хотя в лос-анджелесе я видел много шоссе в которых отдельные съезды есть съезд вот с этой с левой полосы с речами и с правой поэтому тебе даже если на какую-то улицу надо съезжать или на другой шоссе то тебе не обязательно может быть даже перебираться через всю эту толпу справа когда по лос-анджелесу ездишь что там все же состоит обычно конечно что еще вип полоса стоит вот это пошел и и саму шоссе стоит все стоят но как не стоят а еле еле еду в калифорнии разрешено ездить между полос теперь уже официально разрешено не знаю губернатор подписал или нет этот законопроект но он прошел через обе палаты парламента нашего калифорнийского и теперь разрешено ездить между ряди до этого было не запрещено все ездили ну типа так не запрещено значит ездим а по какая широкая обочина насколько знаю в россии часто левую обочину называют мотополосой народ там шрует на мотоциклах полевой обочине вообще там там мусор грязь скапливают я не знаю здесь калифорния не калифорния если поездить по обочинам то в конце концов рано или поздно тебя штрафуют я так думаю кстати вот здесь какой-то момент полоса это еще и специализированная закончилась слева и теперь слева идет просто обычно дорожная полоса касательно езды между ряди в дорожной полиции калифорнии были рекомендации одно время написаны еще до того как и официально разрешили говорилось допустим что лучше всего ездить между самой левой и 2 с левой полосами не в середине где-нибудь сейчас они справа там а именно вот тут где я еду да типа статистически самобезопасная вещь и люди вон уступают переезжают аж на это на обочину что еще один минус в качестве использования ее так называемой в качестве так называемой мотополосы потому что едешь ты поэтому это полосе а машины только хоп туда сместилась и привет ну где многие люди выступают по возможности я не знаю то ли по доброте душевной то ли боятся чтоб я их не зацепил и не поцарапал их не машину ну так или иначе освобождает мест так показывает что я проехал 6 целых две десятых милей это почти ровно 10 километров по этой пробки да я же по между радиусами а кто-то догонять я всегда вперед пропускаю я человек не торопливый езжу медленно опять же если вспомнить калифорнийские рекомендации дорожного патруля они говорят не едьте быстрее 20 миль чем остальной поток поэтому я стараюсь не разгоняться потому что разгонишься и не успеешь среагировать как-то вернется куда-то а и и и и Продолжение следует...